Здравствуйте, с вами программа Крымлиф и я и ведущий Александр Янковский. Мы покажем и расскажем, чем живет Крым через год после начала российской оккупации. Самые важные события недели далее в программе. Праздник весны в Крыму. Крымские татары проигнорировали хидер-лес, организованный оккупационными властями. Гражданский пиар-ход, Федеральная миграционная служба России в Крыму, предлагает заочно лишиться украинского гражданства. Победные планы и реальность. Окупационные власти сообщают о грандиозном праздновании 9 мая, однако по факту не могут выполнить и эти обещания. Курортный сезон или курортный провал? В Крыму оккупационные власти тщательно подсчитывают каждого отдыхающего. Главный крымско-татарский праздник весны на полуострове больше походил на фарс, рассказывают крымчане. Окупационная власть отчиталась о 40 тысячах, присутствующих на хидер-лесе. Однако очевидцы называют цифры более скромные, почти в 10 раз меньше. Говорят, если на бесплатные шашлыки от Аксенова и Константинова пришли 2-3 тысячи человек, уже хорошо. О том, как все было на самом деле, знают наши корреспонденты. Это видео снято нашими крымскими коллегами из интернет-портала «Аргументы недели Крым». Съемка с помощью летающего устройства, квадрокоптера и видеокамеры показывают 3 мая. Крымско-татарский праздник плодородия хидер-лес, организованный оккупационными властями полуострова, много людей так и не пришло. В то же время, так называемый вице-премьер Крыма Руслан Бальбек в день проведения мероприятия утверждал, его посетили от 25 до 40 тысяч человек. И на своем сайте с гордостью сообщил, в праздники впервые приняли участие представители всех национальностей Крыма. Нашу дружбу в Крыму между народами, населяющими республику, никто никогда не разрушит. Дружбу, уважение к духовным традициям друг друга, прежде всего уважение, желание помочь друг другу в сложных ситуациях. Это сделает Крым успешным, счастливым, никаких сомнений в этом нет. Люди всех конфессий, вероисповеданий чувствуют себя здесь в безопасности. И сегодня на празднике много крымчан других национальностей, которые приехали посмотреть, которым интересно, небезразлична культура нашего братского народа, крымско-татарского. А вот крымский так называемый спикер Владимир Константинов, который по всем биографическим сводкам, в том числе официальным, родился в селе Владимировка Слободзейского района Молдавской Советской Республики, пришел на Хидерлес с новостью. День крымско-татарского праздника рассказал, что он родом из Бахчисарая. Наверное, ему очень захотелось показать свою близость к пришедшим татарам, что он на день решил сменить свою родину, шутят интернет-пользователи. Ведь именно этот район Крыма считается одним из густонаселенных депортированными гражданами. Я сам родом из Бахчисарайского района. Очень приятно видеть здесь своих земляков. Они хорошо подготовились, переживают за то, как они выглядят, приглашают себе за стол. Поэтому это действительно сегодня наш крымский праздник. Я абсолютно убежден, что это праздник очень хорошее будущее. Поэтому здесь люди всех национальностей вышли все в один день. Окупационные власти заявили, такими действиями Россия не только развлекает своих граждан, но и пытается сделать Крым популярным. Плюс ко всему еще и вернуть к полуострову интерес. Это праздник и весны, и достатка, и благополучия. И, конечно, мы с вами творим все то, что у нас сегодня есть, и делаем этот мир, Крым, более привлекательным и более приспособленным для жизни. Напомним, еще 26 апреля председатель Меджлиса Рифат Чубара в своем обращении к крымчанам сообщил, что власти Крыма используют хидерлес для разделения крымско-татарского населения. Представители Меджлиса отмечают, что май ассоциируется у крымских татар с трауром по соотечественникам, погибшим во время депортации. По мнению Чубарова, решение оккупационных властей устроить праздник накануне скорбной даты еще хуже, чем прошлогодний запрет на проведение траурных митингов. Цего года планы оккупантов выявилися еще циничными. Они замыслили взагалі заборонити в цей день будь-які скорботные митинги, в той же час намагаючись приховати свое відвертое вороже становление до коренного народу Крыму, відвести увагу международной спільноты в край дискриминационного стану крымских татар. Спустя два дня после проведения хидерлеза мы поинтересовались у крымских татар, посещали ли они мероприятия, устроенные крымскими властями. И вот что услышали. Я не на тайну только залез. Нет. Почему? С высокойства тут не было. Я нет, не была. Ну, не получилось. Нет, я не была и не хочу говорить. Как ранее сообщалось, 18 апреля на заседании Бахчисарайского регионального Меджлиса было принято решение не принимать участие в проводимых оккупационной российской властью Крыма мероприятиях по случаю крымско-татарского национального праздника хидерлез. В 2014 году после аннексии Крыма день весны и земледелия хидерлез не проводился. Нововведение от России. Ее федеральная миграционная служба в Крыму предлагает услугу лишения гражданства Украины. Во всех отделениях учреждения расклеены объявления о том, чтобы выйти из гражданства Украины, нужно просто-напросто написать заявление и предоставить ксерокопии двух паспортов с Орлом и Трезубом. Реально ли заочно стать не гражданином Украины, выясняли наши корреспонденты. Российские и оккупационные власти в Крыму не смогут лишить крымчан гражданства Украины, поскольку предложенная ими процедура не соответствует нормам украинского законодательства. Об этом заявил в службе новостей «Волна» руководитель Газмиграционной службы Украины Сергей Гунько. Как известно, на днях органы федеральной миграционной службы объявили сбор заявлений от крымчан, желающих отказаться от украинского гражданства. Честно говоря, непонятно немножко, что за заявление они собирают. Дело в том, что позиция миграционной службы была озвучена еще в прошлом году, она не поменялась. Это даже не позиция миграционной службы, это украинское законодательство, которое говорит, что выход из гражданства Украины возможен только при подаче заявления в миграционную службу Украины. Все-таки они какие-либо другие органы других государств. И через указ президента других вариантов нет. Для отказа от украинского гражданства представители федеральной миграционной службы просят крымчан приложить к заявлению к серокопе украинского и российского паспортов. На основании этого можно предполагать, что для решения крымчан украинского гражданства оккупационные власти намерены использовать норму статьи 18 закона Украины о гражданстве, которая предусматривает выход из гражданства Украины в случае, если человек принял гражданство другого государства. Правозащитница Ольга Анокшина предполагает, что заявление от крымчан попытается передать соответствующие органы Украины. Может быть, они сделают попытку потом передать их украинским органам власти, возможно, в МИД, и МИД дальше будет передавать в миграционную службу такие заявления. Может быть, это будет какое-то коллективное обращение. Однако и в таком случае лишить крымчан гражданство Украины не получится. Во-первых, российские паспорта, выданные жителям Крыма после российской оккупации полуострова, Украиной не признаются, а значит и оснований для лишения гражданства нет. Во-вторых, Государственные миграционные службы Украины не примут к рассмотрению заявления из оккупированной территории, поскольку это противоречит украинскому законодательству. Это на самом деле бред, потому что, я думаю, что это психологическое давление на людей из Кореи, потому что не о таких документах, переданных нам кем-то третьей стороной, тем более госорганам, это, ну, речь не идет, такое не практикуется нигде в мире. Сама Анокшина сомневается, что отказ от подачи заявления ФМС о нежелании иметь украинского гражданства может чем-то угрожать крымчанам, поскольку эти документы не могут иметь никаких юридических последствий ни по украинскому, ни по российскому законодательству. Я не думаю, что это может привести к каким-то репрессиям, сбору доказательств о том, что кто-то лоялен, а кто-то не лоялен к российской власти. Можно, конечно, придумать конспирологическую версию о том, что они будут обрабатывать эти данные каким-то образом составлять списки тех, кто не написал такое заявление, но, честно говоря, мне кажется, это очень маловероятно. Ответ на вопрос, зачем же в таком случае крымчанам предложили писать заявление о выходе из украинского гражданства, юристы советуют искать в политической плоскости. Не исключено, что этот ход может быть использован в целях пиара, чтобы в будущем заявить, что крымчане не желают иметь украинское гражданство. Ведь проверить, сколько из них реально от него отказались, будет невозможно. Окупационные власти в унисон с руководством Российской Федерации рапортуют о грандиозных планах празднования 9 мая в Крыму. Если по улицам Севастополя по традиции будет ездить тяжелая военная техника, то в остальных городах полуострова обещают не только обновить мемориальные комплексы, но и построить новые. Однако не все так просто. Многие обещания так и останутся невыполненными. В Крыму начались официальные мероприятия, приуроченные к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В здании Украинского музыкального театра, который теперь просто государственно и академически, провели галоконцерт творческого конкурса с патриотическим названием «Мы – наследники победы». Теплые эмоции. Когда дети поют о песнях военных лет, показывают о том, что они действительно помнят и гордятся. А вот так называемый спикер парламента Константинов традиционно для него стиле опять заговорил полунамек. Поколение у нас замечательное. Поэтому мы рады, что у нас такое поколение. Оно не заболело никакими новыми болезнями, а несет старые проверенные традиции. Это Гагаринский парк Симферополя. Мемориал неизвестному солдату и вечный огонь. В преддверии празднования юбилея оккупационные крымские власти начали реконструкцию памятника. Все бы ничего, но впервые за последние 24 года традиционного возложения цветов к вечному огню может и не состояться. Еще в начале апреля так называемый глава администрации города Геннадий Бахарев отрапортовал о начале ремонта памятного комплекса. Закончик планировали до начала мая. Однако в начале мая ремонт только стартовал. Аналогичная ситуация и в селе Мирное под Симферополем. До торжественного открытия мемориала узникам концлагеря «Красный» в этом селе три дня. Однако строительные работы все еще идут. Как сообщил сотрудник подрядной организации, пожелавшая остаться неизвестным, вероятно сдать объект в срок не успеют. Сами же крымчане о своих планах на 9 мая говорят так. Самые массовые торжества на полуострове по случаю 70-летия Победы устроят в Севастополе. По улицам пройдет 38 единиц боевой техники, среди которой подвижной береговой ракетный комплекс «Бастион», подвижной береговой ракетный комплекс «Бал», российские бронемашины «Тигр», несколько установок «Град», две противотанковые пушки «Рапира». Однако жители вспоминают, что такого количества техники и такой серьезной никогда не видели. Представлены все виды, начиная от ПЗРК, переносных зенитных ракетных комплексов, и заканчивая противокорабельными ракетными комплексами, артиллерией, системой залпового огня. То есть все, что мы можем показать. А у нас единственное ограничение по Севастополю – это троллейбусные линии электропередач, которые нам мешают показать все, что у нас есть и все, что мы хотели бы. Все мероприятия в Севастополе начнутся в 9 утра военно-морским парадом. Также страна-окупант похвастается своей военной мощью и в Керчи. Вы смотрите программу «Крым. Лев». С вами Александр Ренковский, а в нашей студии – координатор громадской организации «Таврійсько-гуманитарная платформа» Андрей Иванець. Мои витания. Доброго дня. Цего года Украина предназначает не только 9 травня, но и 8 травня. Почему так? Власне, Украина сьогодні вливается в загальне европейское речище. Если мы поднимемся на исторические события, то первую капитуляцию війська Третьего Рейха подписали еще 7 травня у Реймси перед союзниками, в том числе перед представниками Радянского Союза. И уже с 8 травня прекратились боевые действия. Вони прекратились о 23 часа и 8 травня. Власне, тому по всій Європе у многих краянах віддавна святкуется 8 травня, как день, когда завершилась война против нацистской Немечины. Но у Сталина были свои резоны, и он требовал, чтобы капитуляция произошла на территории, в которой окупировали радянские войска. То есть в окупационной зоне Радянского Союза. И вот тогда произошла 8 травня повторная капитуляция. Это 8 травня было в радянской зоне окупации, а в Москве на тот час уже было 9 травня. И, соответственно, 9 травня было оголошено в Радянском Союзе как день перемоги. Для нас обидві дати є зрозумілими, є близкими. И очень удивительно, что мы долгое время не помечали 8 травня. Сьогодні, я вважаю, что у нас достаточно оптимальная ситуация, когда мы назначаем 8 травня, которая называется очень сместовым, очень хорошим, на мой взгляд, как день памяти и примирения. Потому что, на самом деле, Другая война – это драматичный конфликт в истории людства, который задавал колоссальных втрат всей людской цивилизации. И, на жаль, наша страна, Украина была одним из регионов, одними из стран, которые пострадали больше в этой святовой войне. Пане Андрею, скажите, пожалуйста, в Российской Федерации сейчас поставили, знаете, знак ревнянья между Георгиевской стричкой и символом перемоги, взагалі, людству Другой святой войны. Чи правильно так делать? На превеликий жаль, в Росії відбувається грандіозная така цинічна спекуляція з боку правлячого режиму. Це продовження радянських традицій. Є реальна память, реальна участь багатьох мільйонів людей у тій війні проти нацизму, проти злочинного режиму нацизму, який дійсно ніс загрозу багатьом народов, в тому числі українському, російському, єврейському і так далеко. Але проблема в тому, що перемога над цим злочинним режимом, нацизмським, над Третим Рейхом, вона була здійснена тоталітарним режимом. І тоталітарний режим СРСР одним із складових. Взагалі-то перемогли об'єднані нації, це треба визнавати, об'єднані нації саме перемогли. І багато союзників було. Так, це всі об'єднані нації. А в Радянському Союзі відбувалася така спекуляція, коли все приписувалося комуністичної партії, незламній злуцік комуністичної партії народу. А на сучасному етапі ми бачимо ще більш цинічну спекуляцію. Ми повітаємо заяви Володимира Путіна про те, що Росія пи сама виграла. Тобто це дуже зневажливе ставлення до пам'яті, наприклад, вісьмію мільйонів загиблих людей на території України. Не кажу про інші країни. І ще гірше те, що пам'ять про перемогу над нацизмом намагаються використати для обґрунтування, для підведення якоїсь ідеологічної бази проти підагресивні експансіоністські дії. Тобто під нову великодержавну доктрину. Власне, боротьба з нацизмом, вона цінна для людства з тим, що людство такі ідеології, які призводили до війни, які призводили до зневажання людської особистості, до зневажання народів, щоб отакий режим був подолан. А тут для агресивних дій намагаються згадувати якраз перемогу над нацизмом. Що з цим робити, з таким привласненням перемоги над нацизмом? Є такий термін «побіда-бісія» в російській публіцистіки. Тобто тут треба нам чітко відрізвати не в реальні події, і отакої «побіда-бісія», коли в реальні важливі події використовуються з дуже негідними цілями, вкрай цинічно. Я думаю, що нам треба просто працювати над історією і над донесенням реальної картини подій, що тоді відбувалося, і працювати. І вже тепер очевидно, що навіть на міжнародному рівні, вже сьогодні в ЄС кажуть про створення міжнародного російськомовного канала для того, щоб протистояти тому валу інформаційної війни, дуже брехливої, яка, зокрема, на жаль, спекулює і на таких тимах, як і Друга світова війна. Дякую. Андрій Ваниць, координатор громадської організації Таврійської гуманітарної платформи, був гостем нашої студії. Ви дивитесь програму Кремлів, залишаєтеся з нами за декілька секунд далі. Курортний сезон в Крыму номинально стартовал. Висшему руководству страны оккупанты об успехах отчитались, однака по факту толпи туристів ніхто і не заметив. Несмотря на хорошую погоду, о тщательном почете кожного отдыхаючого на набережной Ялты і о том, кем на самом деле оказались мифічні туристы, смотрите далі. Курортний сезон в Крымской Ялте начался. Об открытии ще 1 мая заявила так называемая министр курортов і туризма Елена Юрченко. А уже спустя три дня чиновница подвела предварительные итоги. Согласно официальной статистике, с 27 апреля по 4 мая в Крыму побывали аж 78,5 тисяч туристів. Наша съемочная група отправилась в Ялту, чтобы проверить, отвечают ли слова министра действительности. В разгар праздников, накануне 9 мая, главное место города – набережная, практически пуста. Торговцы сувенирами і продавці заведенья общественного питання говорят, с 1 по 4 мая в Ялте гости були. Правда, в основном, говорят, местні крымчани. Туристів багато, ну, в принципі 1-2 було достаточно, да. Поэтому, ну, ждем ще. Именно 1 мая було нормально. А вот уже последующі дні, ну, наверное, люди по экскурсії, скорее всего, гуляли. Я попросил, а? Относительно. А что делать, чтобы не было больше? Что делать? Не уж. Что делать, чтобы не было больше? Непатяно. У крымских властей большие надежды на сезон летний. Так самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, в 2015-м на полуострове ожидают уже 5 миллионов туристов. В отличие от прошлого года, тогда, по уверениям так называемого министра курортов Крыма, полуостров посетили почти 4 миллиона человек. В Ялте, говорят, сезон 2014-го был плохим, но надежды не теряют. Я надеюсь, что будет более удачным, чем, скажем, начало, потому что хотелось бы, конечно, побольше туристов. Летний сезон, ну, скорее всего, ну, как, наверное, как и в прошлом году, мне так кажется. Потому что, ну, как, нужно вообще, чтобы, как бы, паромное сообщение, да, вот работало лучше. В хорошем. В том году плохой был, а в этом нормальный будет. О том, как привлечь в Крым отдыхающих, жители ЮБК отвечают так. Пускать цены на проживание, на отдых, на продукты. Город делать красиво, чтобы люди приезжали, отдыхали. Сотрудники отеля Вилла Елена рассказывают, турист поедет только тогда, когда решится транспортная проблема. Да, конечно. Конечно. Москва, Питер, Одесса, Старкова, китайцев очень много. Летний сезон нормальным будет. Уже очень многие эти самые путевки в санатории проданы. Теперь это самое. Обещают еще четыре парома дополнительно на переправе. Так что мы считаем, что летний сезон будет очень нормальным. В прошлом году после аннексии Крыма России в тот же период оккупационные власти заявляли о как минимум 100 тысячах отдыхающих. И это только в Ялте. С тех пор инфраструктура не только не улучшилась, а можно сказать ухудшилась. Полуостров лишился железнодорожного и автобусного сообщения с материковой Украиной. Для сравнения, в 2013-м, по данным тогда еще украинского Минкурорта в Крыму, на майские праздники поехали 150 тысяч гостей. А это ровно в два раза больше, чем данные Елены Юрченко по году 2015-му. Если они вообще соответствуют действительности, сетуют местные работники туристического бизнеса. Вы смотрели программу «Крымлив». С вами был Александр Янковский. Увидимся через неделю.